Здравствуйте, товарищ инженер! Меня зовут Фёдор, вы на канале FIDISPLAY. Это игра SatisGash 4 и мы продолжаем строительство нашей долбофабрики. Сегодня мне помогают Константин, Влад и Дэн. Всем привет! Всем привет! Вот, ну какие, собственно, задачи? Ребята будут заниматься тем, чем занимались до этого. Достраивать здесь вот прямо надо мной, вот там пальцем показываю, там стоит несколько массивов. Их нужно достроить будет, чтобы у нас какой-то такой базовый стартовый молл наконец-то уже организовался, чтобы с него можно было ресурсы забирать. Влад у нас пойдет, наверное, за грибами. Любит у нас это дело. Ну, Дэн, я думаю, будет Косте помогать. Что-то типа того. А я займусь сейчас дальнейшим подключением серы в сеть. Кстати, у нас будет сделать еще, наверное, производство боеприпасов или чего. Вы успеете это сделать сегодня, Косте? Ну, вот этим мы занимаемся. А, вы этим сейчас занимаетесь. Ну, это гуд. Здесь, собственно, цеха. Вот в этом месте. Эти цеха как раз-таки у нас и будут работать на военку. Я надеюсь, все-таки здесь все подключится. Чуть позже я какой-то, может быть, обзор такой сделаю. Чисто монтированный, чтобы просто ролик монтажный, обзорный выпустить. Не знаю, я еще подумаю. Просто не все смотрят вот эту вот рутину всю. Но что-то такое обзорное хотелось бы снять. Так что подумаем, как-то сделать. Так, а тут что у нас в воздухе все висит? Какая-то не очень картина получается. Давайте-ка это немножко тут вот так вот сделаем. Опять же, я не знаю насчет большого трактора, каким образом можно будет по-человечески его направить. Ну, что мне пишут, что тракторы вырезаются друг к другу. Я, конечно, особо пока не тестировал. Вот. Плюс мне надо катерейку оттуда будет забрать. Так что не знаю. Но надо будет на этот счет что-то заморочиться как-то. Наверное, это. Это можно вот так позакрывать. Уступала идея закрыть вообще добывалки в какие-то блоки. Сайдинг зашить, чтобы получились такие, не знаю, столбики. Но фиг знает. Я еще не знаю, как к этой идее относиться. Буду это делать или нет. Потому что если просто закрыть их стенами, ну это будет не очень красиво. Может, конечно, мод попробовать поставить на стекла там на двери, но фиг знает. Будет ли у нас проблемы на сервере или нет. Мы, Костя, кстати, тестили, ждать какие-то моды. Да, они все работают. Может быть, поставим на следующем цикле записи. Не знаю, надо подумать будет. Потому что вот это все, оно слишком грустно и скучно выглядит. Примерно так. Ладно, вы можете дальше общаться. Я поехал. На чем вы там закончили? Я что-то невнятно слышно опять. Я говорю, где ты, ну, пока не знал, куда будет делать. На самом-то, где дальше, с нас, секс-то. Так, да, Катя, я немножко в дискорде погромче сделаю. Надеюсь, так лучше будет. Потому что ты, я так понимаю, микрофон шевелить не хочешь. Ну, да. Действительно, зачем? Ну что, начинаем запись. Я не знаю, как там этот... Как эта тачка дурацкая проедет. Посмотрим. Если сейчас в очередной раз запись не получится, блин. Блин, знает. Придется либо мелкий грузовик пускать. Либо фиг его знает. Потому что до этого сколько раз я вот обломался с этой машиной. Но надо все равно ее настроить здесь. Запустить. Ну, потому что фабрику строим как раз в тот момент, когда у нас... Ну, как запись идет, так и строим. Сейчас в оффлайне, в Satisfactory, у нас практически игры никакого не идет. Это, может быть, некоторые проблемы тут вызывает. Что мы не успеваем что-то за кадром делать. Ну, скорее не то, что проблема. Не знаю. То, что приходится много рутин, опять же, на запись делать. Ну, тут вся игра такая. Все круто, но переделывая потом, какая там разница. Что-то типа того. Немножко ширины дороги не хватает. Да, жалко, что... Все деньги из бюджета были успешно потрачены, да? Наверное. Жалко, что нельзя регулировать скорость у машины. Когда ты ее ведешь. А то, что тут все потрачено, ну, как обычно. Все равно машина в любом случае разгонится, так или иначе. Я вот думаю, здесь, может быть, вот машина едет, может быть, здесь горку такую сделать. Она на горку будет заезжать, она тормознет потом, после этого. А то в комментариях я прочитал то, что тачка, если ее занесет вот на этих вот, на металлоконструкциях... Я потом оттуда хрен вытащишь, эту тачку. Вот я и думаю. А не сделать ли мне горку? Ну, блин, мне вот переделывать, например, совершенно неохота вообще. Вот это вот все. Ладно, сейчас загрузка пройдет у нас. Посмотрим, что в итоге получится. Вы, кстати, что, в инженерах-то так и не разобрались, да, почему у вас столько проблем было и ничего не работало? Нет. Ты, Костя, тот видос смотрел, как настроить все эти моды, чтобы удалялись конструкцию? Ну, немножко я тут отвлекусь, потому что хотелось бы все-таки попробовать запустить игру. Видос именно как настроить, что ли? Там регулировка параметров есть, чтобы у тебя удалились лишние, ненужные какие-то объекты, чтобы игра просто лишний раз не нагружалась. Читки мусора именно на сервере, а не в модах. Там не происходит очистка, хотя очистка включена. Или я не знаю, почему не погружаются. Ну ладно, об этом давай тогда потом. Сейчас все-таки у нас тут сатисга 4. Сам начал, сам закончил. Да, что-то есть у меня подозрение, что на катерейку машина и вот это вот на серу, они будут врезаться друг в друга. Может быть зря я делал станцию в попытках на две машины просто разделить. Либо, может быть, надо было серу просто не вот такой здоровой тачкой возить, а мелким долбатроном. Он более компактный, может быть более маневренный был бы. Вот здесь надо смотреть, что происходит. Она тупо разогналась и по-любому ее заносить будет. У них, к сожалению, нет в маршрутах нормальной настройки скорости. Нельзя ограничения поставить. Можно, конечно, пробовать паузу ставить в некоторых моментах. Было бы. Но, блин, черт его знает. Так что я даже не знаю, как тут по-нормальному мне будут тачки эти разводить. Либо второй отдельный путь какой-то делать. Фиг знает. Так, ну что, мы практически доехали. Идет разгрузка у нас. Еще, Сера поехала. Можете каким-то образом уже, не знаю, вооружение делать. Что-то типа того. Я включаю пока на производстве маяков. На мальчике, наверное. Ну, тут, то есть это надолго, да? Для мобилистов. Так, ну, где-то до сюда. Завершаем запись. Включить автопилот. И вылезаем. Что-то едешь, нет? Телега. О, поехала. Блин, да, за ней бы, конечно, пронаблюдать то, что с ней все нормально будет. Есть у меня подозрения, что ничего хорошо с ней не будет, с этой машиной. У меня... Блин, автосейф опять. Мне в любом случае сейчас нужно туда бежать. Так что я за ней пройдусь в одну сторону. Дальше посмотрим. Надо подумать все-таки, что скатерейка делать. Что сера начала ездить. Можно, конечно, было бы упороться в поезда и начать их делать, но не знаю. Но поезда тоже нужно очень много рутины, если станции по уму какие-то клепать. Это вы... Это кто-то из вас, да, скидывал? Типа поезд. Какой-то мега длинный, сутисфактор, челка построил. Это у них в этом, в дискорде, да, в сутисфакторе скидывали? Да, там варты. Сколько он там? Валкарты длину? Народ возвращенца. Да, 120 вагон. Ну, их коротенький. Там же вроде нет зависимости длины, мощности. Все равно там это выглядит монструозно. Нет. Там, кстати, от длины и загрузки прямая зависимость. На что влияет? На динамику? На разгон длины что? На разгон, да, конечно. Нет, ну скорости и ускорения-то вещи разные. Разгон от ускорения. Максимальная скорость на прямых с горки, а в горку он вообще может не въехать. Он может назад поехать. Но если он в горку не въезжает, это же функция мощности. То есть ускорение. Если у него ускорения не хватает, он, соответственно, не может в горку заехать. А максимальная скорость этого как зависит. Не, если она здесь тоже есть, то это весьма странно. Хотя фиг его знает, может быть и не настолько странно. Хрен с ней. Сейчас главное мне тут разобраться, что-то на все ездил. Блин, так хочется лампочку включить. А ее не прикрутили. Модок же есть лампочки, да? Нет, локальную лампочку у костюма. Мы же на другой планете с космоса прилетели. У нас вот всех лампочки устанавливаны. Ну, кнопка В. Ну, да, вообще-то ценарик у меня есть. Блин. Светодиод, да? Маленький. Ну, он же из-за лба у тебя светит. Не, вроде, долбатрон ездит. В принципе, долбатрон на катерик... Ну, в смысле, долбатрон. Транспорт на катерику можно рядом отсюда запустить. В общем, сера работает. Можете пользоваться. Это, кстати, можно взорвать. Бзденч. Так. У меня, опять же, наверное, бомб. Да, больше не осталось. Осталась последняя бомба, которую мне Влад выдавал неделю назад. Три, наверное, рода, обычная. А рядом у нас такая же, наверное, была. Ну, чё, а кто сегодня будет замечательные истории рассказывать? Время замечательных историй. Может быть, уже всё настало. Просто пора. Статин, отмочите что-нибудь. Интересно. Что вы увидели сегодня нового? Нет. Что? Не будешь рассказывать? А я сейчас в подпуске никуда не хожу. Дома сижу. У меня же в отпуск. Как все пили, а ты грустил. Не будешь рассказывать? Да это святые, нова. Я-то тут при чём? Я тебе уже говорил. Почему ты виноват? Я тебя на трезвый образ жизни склоняю, а ты меня ещё виноватым выставляешь? Я на трезвый образ. Ты себя с кем-то птишь. С кем я? Я себя путаю. Да. Я же не фунфурье, чтобы на синюю воду за тебя настраивать. Так, где бы сделать всё-таки выезд? Блин, я бегаю, туплю-туплю. С катерейкой понятно, допустим, она откуда заберётся. Можно здесь, конечно, ещё. Сделать разводку одновременно с угля на плавилке стали. Или не надо? Да. Сталь, по-моему, она... Нет. Следующий этаж стали. Здесь просто сталь прямо под этими. Окей. Блин. Просто... Господи. Просто если эти машины дурацкие врезаются, соответственно, реально нужно вторую машину где-то рядом пускать. Иначе они будут не разъехаться. В таком случае, вот это... Ну, всё круто, она переделывала. Это тогда нужно отсюда выпилить. Здесь просто поставить бортики. Здесь будет площадка обзорная. И всё. Всё быстро решается. Ну, иначе я не знаю, как здесь поступить. Просто вот по такому. А, блин, игра. По такой, по быстрой прикидке, вот примерно вот это получается. Как ещё? Ну, хрен знает. Так, где у нас тут? Бортики. Блин, почему они постоянно развернуты ставятся? Хотя, чё я удивляюсь. Ву-ву-ву-ву. Нет, ну вот. Вот тут, ну чё это за фигня? Так ставишь, она боком ставится. Играй, издевайся, надо мной что-то. Ладно, здесь вроде всё около дела. Оставлю туда эту площадку как есть, пускай она такая большая будет. В принципе, идея зашить в башне добывающей станции, она может быть, конечно, и имеет под собой какие-то основания, но, блин, как думаете, зашивать или нет? Шахт. Шахт. Корпуса. Шахта. Ну, в смысле, где у тебя бурда бывает, руду, допустим, какую-то. Эту фигню можно зашить просто в коробку, чтобы это более симпатично выглядело. Ну, может быть, и имеет смысл, не знаю. Чего? У тебя Влад вселился потихонечку, мне кажется. Я говорю, может быть, и имеет смысл, не знаю даже. Не знаешь даже? Ну, допустим, здесь одна добыча будет. Вот площадку под катарейку можно вот в этом месте, где я сейчас пальцем показываю, сделать. Надо только это выпилить немножко. Её так-то здесь быстро можно сварганить, потому что нет такого-то адского расчёта. Вопрос в том, где тачка назад поедет. А у нас что вообще из катарейки будет делаться? По большому счёту. Зачем я нужна? У этого волка, только по волке, по-моему. И всё. Ну, вот в альтернативных рецептах что там из них есть. Из того, что у нас... Надо будет, наверное, всё-таки, может быть, через пару записей сходить в поход, собирать дисков. Компьютер у нас делается из высокоскоростной проволоки, 20 микросхемы, 48-й обезина. Ну, то есть, в принципе, есть смысл. Ну, да. То есть проволоку мы делаем, а из проволоки уже всякая фигня. Ну, вот ограничитель и делается из проволоки. Потом из неё делается суперкомпьютер. Скоростной коннектор делается из проволоки. Ну, там много чего делается из проволоки. Кстати, можно было бы так-то нормальную дорогу по воздуху пустить. Ну, как вариант. Ну, типа моста такого. Единственное, что надо его какой-то широкий делать. Ну, исключительно для машины. Чтобы по земле их не пускать, потому что... Блин, ну, это опять же делать долго. Есть вообще смысл такой строить? Мега-мега дорогу на опорах по воздуху? Или бессмысленно? Ну, что-то сейчас идея в голову пришла. Просто иначе мне машину нормально туда не пустить. А площадку там может сделать, конечно, будет, да. С другой стороны, рядом с такими магистралями можно было бы потом пускать, скажем, поезда или что-то ещё. Как это получается сейчас до этого зря всё там делал. Так, что ли? Можешь удалять предыдущие серии, да? А, удалить просто с ютуба, да? Забудьте, что это было. Как с Факторией. Нет, а с Факторией-то что? Я её... А, то, что с тем модом-то получилось-то? Да. Причём я вот начал эту серию смотреть, потом думаю, ладно, она же ещё будет. Выключил на середине, закрыл вкладку. И всё. Потом Кэти пишет. Всё, да. А я зато посмотрел, неплохая серия. Днём. Всем теперь можешь рассказывать. Я посмотрел, серия неплохая. Злодей. Так. Чё злодей-то? Я же не наш, так получилось. А, сразу было читать всё это дело. Блин, делать, не делать эту дурацкую дорогу? Может быть, сверху откуда-то посмотреть. Вот это фигня. Я просто сейчас опять начинаю бегать туда-сюда. И не знаю, чем конкретно заняться. Точнее, чем заняться, чтобы потом не переделывать. Чё по энергетике? В энергетике? А, ну, кстати, можно, как вариант, пока что энергетика заморочиться. И в это время подумать. Насчёт дороги. Потому что этот самосвал вроде нормально ездит. Нужно подключить цех, чтобы он крепал маяки. Это первый этап. А, чтобы мне подключить цех, который крепал маяки, мне нужно, чтобы энергетик у нас не просила. Хорошо. Катрик сейчас, значит, не очень срочно, да, нужно? Я так понимаю. Ну, не знаю. То есть, её пока можно, в принципе, какими-нибудь руками там чем-то натаскать. Сейчас особо не на что делать. То есть, только на эти... На столбы. Но... Всё. Ладно, тогда можно, в принципе, энергетикой заняться. Пойду я тогда энергетикой заниматься. А потом здесь можно построить какую-то дорогу, будет шириной 5 плит. Магистраль проложить просто по небу, и пускай по ней машина ездит. А потом рядом с ней пустить, может быть, железную дорогу, что ли, фиг знает. Я просто не знаю, как тут иначе вот этим тачкам, если они друг друга врезаются, как им ещё разъезжаться? Они начнут врезаться, потом ходить их чинить, ну, такое дело. Хорошо, что нам надо на энергетику? Я энергетику пойду делать там. Но надо сначала для этого сделать площадку бетонную. То есть, мне нужен бетон, и мне нужно железо. Железо у меня есть некоторое количество, бетона вроде тоже хватает. Ладно, уговорил. Пойду я делать. Там нужно будет поставить... Что? Можем взять с собой воду. Что потом всё переделывать дважды? Трижды. Трижды? Да нет, мне без разницы, кто со мной пойдёт. Хотите, да можете помогать. Я занимаюсь боеприпасами. Дэм тоже помогает. Остался Влад. Влад, если грибов насобирает, там, в принципе, может пойти. Это тот самый... Тот самый Влад. Одноклассник, которого берут по-моему, самым последним в команду, да? Одноклассник, это ты вспомнил ещё в мультиках, да? Показывали. Нет, ты школа обычно. Самого неуклюжего одноклассника, который не умеет играть в футбол, там, или ещё что-то, берутся вам последним. Не то, что он остаётся. Ты постоянно оставался? Да. Нет, я просто безруди не ходил, но просто. Ты, ты, Костя, когда разбегаешься и пинаешь по мячику... Я знаю, я на физику ходил. Ты когда, Костя, разбегаешься и пинаешь по мячику, ты бьёшь мимо мяч, у тебя нога кверху улит, и ты сам падаешь на спину, да, так назад. Болт точно не моё. А футбол не твоё? У тебя обе ноги левые, что ли, или чё, не твоё? Ну, просто, просто не моё. Ну, может быть, ты в баскетбол играешь хорошо, или в волейбол? Нет, спорт не моё. А в Сифу хорошо играл в школе? Ну, знаешь, или как там у кого она называется? У нас это Сифа называлась. Брали тряпку и кидали другую тряпку. Вода там, ну, вот это вот. Врапы. Я не знаю, где, как называется. У нас было такое, что у нас, короче, русский язык был в кабинете УБЖ. Ну, вот так вот сложилось исторически. Вот в этом кабинете, короче, там всякие стенды, ну, там по гражданскому народу, старый, советский. Вот. И, ну, время замечательных историй. Ну, да, микрофон-то чуть-чуть в сторону поверни, чтобы получше тебя слышно было. И продолжай. Нет, ну, продолжай. Жень, не терпится уже узнать. Так, тут у нас спуск. У нас вода. Тут у нас под вода. Под водой делать нечего. Там, кстати, доходит у нас. Ну, практически. Так, она меня бесит. Кто тебя бесит? Десятка. Да блин, у меня в десятка станет. И после этого мы же не записывали после. В смене в инду. А, то есть у тебя и из-за этого звук не настроен? Ну, в том числе. Так лучше? Ну, да, лучше стал. А вот так? Так совсем урон. Блин, убавь обратно. Вот так? Нормально. Вот так нормально, да. Все, я быстро броню ловну шли. Шидер волн. Сейчас специалист фону, вот этот микрофон. Ну, я понял, о чем. Да. И чего? Кабинет УБЖ, что дальше? Ну, были всякие, это по гражданской обороне всякая фигня висела на столбах и, ну, не в стопах на стенах. И, ну, там всякие плакаты, а, без медпомощи, первое, там, и прочее, прочее фигня. Вот. И часть стендов был за стеклом. Ну. Ну, вот и что-то мы бесились у нас с учителем русского по совместительству, было заучим по воспитательной работе. Чуточка, как бы такая, прям, боевая, долгих лет ей здоровья, вообще шикарная, учитель, шикарный человек, ничего не могу сказать. Так вот, был такой прикол. Тут что-то с одноклассниками бесились, она вот там по срочным делам обижала, вот, и одноклассники, короче, что-то бесились, и вот другому, короче, берет швабру, который стоял, в углу, возле первой парты, а я всегда сидел на четвертой парте. Короче, кидают эту швабру в мою сторону, а, видимо, ожидаю, что я ее поймаю. А я, естественно, не поймал, и не собирался. Это швабра летит, и влетает как раз смачно в эту витрину. Вот потом, конечно, это... Виталий Малюлей. Родители школы вызвали. Ну, ну, родители школы, да, и родители там покупали новое стекло. Не ту, не ту хрень, ты меня заболтала, я сижу, думаю... А, да, истите. Не, не то построил. Ты продолжай, продолжай, я так, тупи, тормози. Такого-то... Веси. То есть ты ему не помогал стекло новое ставить. Капец, что ты нашел, да? Да, нашел. Да, нашел. Я говорю, ты стекло не помогал новое, да, ставить? А я-то тут при чем? Ты же неудачно увернулся. Мог бы... Мог бы поймать швабру. В конце-то концов. Так, тут нефть, больше нету. Поступил просто как не... Не по-товарищески вообще жешь. Какие-то не поступают ведь. Хотя в школе обычно так и поступают. Ты еще на него потом показал пальцем, сказал, а, лох, да? Потом стекло вставлял. Да, именно так и было? Нет. Все, здесь вроде больше нефти нету, и тут начинается лес. Опять у тебя роторов, и угля не будет. Зачем тебе? Я тут нашел этот, как его там... Ту штуковину, где хранят... Где находятся эти... Как его там? Жесткий диск. Порядок. Блин, у тебя адский лексикон просто. Да я знаю, который в воде, да, лежит? Ну, да. Влад, постарайся вначале мысль сформулировать, а потом высказываться. Что там нужно? 50 мегалот. А, сейчас сделаем. Подожди, а что тебе мешает столбы протянуть? Блин, сейчас я сам заберу. Опять я сбился. Где? Короче, надо залезть на эту вышку. О, отсюда будет видно. Больше нефти здесь вроде нигде нет, насколько я вижу. То есть тут всего три, да, нефти? Влад, поищи лучше нефтяные пятна. Есть тут еще или нет? А то я сейчас тут буду бегать, фиг на сколько. А я пойду заберу эту фигню. А демократия есть? Насчет этого сказать не могу. Там заранее потелка садится. А что там, пованивает? Да. Думаешь, у меня есть противогаз? Нужно быть. Подожди, а ты где? Я нашел-то. Я же не нашел. Так, сейчас скажу. Вот где я сейчас нахожусь? Сто равно е. Сто равно е. Ну, тут нет никакого газа. Тут она просто чистая. Да и в целом, 50 мегаватт это... Я знаю, это угольный генератор, но у меня ни рутеров нет, ни уголь. Так. А зачем тебе уголь? Для этого дела. Зачем тебе угольный генератор? Влад, остановись. Берешь сжигатель биомасса, три штуки. Дешевый, капец. Стоишь три штуки. Кидаешь на листье. Не, 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 не. Умутни, тоже, чтобы не было. Блин, ты что-то бедно живешь? мы про такое раньше обычно говорили ни говна не ложь вот как как вот закинь и лучше листья какие вот вот тут еще кубы это у нас тут же эти и игра она эти звук то распространяется на все уходили по пути забрали все включил это ты в процессе сбора грибов что ли обнаружил до грибы полезны ты посмотрел и сейчас должен производиться порох и посмотрел не в том что есть какая ли засток все три месторождения а что спадом 90 чего я уже забрал остановись вот что у меня тут хлама какого-то скопилось вообще капец да это твои что ли да что то добро переводишь кстати сфера есть наверху он там на костях и можно забрать здесь у нас в общем три завода насколько я понимаю нефть месторождение обычно так обычно у нас сколько дает смотреть 120 минут это если разогнать ее она будет давать объеме разгон сейчас будет это слово после разогнать на два с половиной сколько будет сеть не знаю все еще 120 написано актова чисто 250 процентов 300 наверно получится я не знаю я триггерит чего он только хотел чтобы ты числа сказал чтоб шутка сработала да хер на нее на эту шутку я уже про нее забыл я думал все про нее уже забыли оказывается нет кто-то помнит шутка которая живет в веках и знаешь хорошая шутка удачно хотя на одной и той же шуткой то у нас несколько раз смеется я не дурак так значит электростанции где бы их поставить можно конечно от горой их воткнуть сколько там вообще электростанции потребуется плюс завод нужен да еще нефтяной адские деревья идут везде жители сам более может грибочки вот я думаю вот здесь неплохое место куда можно в принципе это все вывести единственное что нужно сундук наверно скрафт и скинуть туда клан там забрать от перетаскивать с контролом то что от вообще дичь какая-то тебя тоже разобрать их обратно конечно нельзя чё вас там заработало все или где ну вообще у вас чем вы там занимаетесь тебе наверное значит не заработала нифига нефть качалка полет сюда кстати за камни такие в лапке чем камни бомбануть штука для усиления болтается у меня тоже кончились он на хрен с ними а у меня же подожди есть только у меня осталась одна в заначке вообще самое последнее слышно слышно маяки примерно как парашют это да кости куда выводить порох вот этот цех второй ряд нет так то я понимаю его надо на шину на шину его надо куда если на первом этаже возле производства стали ты кости никогда делать там не можешь смысле блин фит не так все быстро отстанье я думал у тебя вообще моментально все у тебя были даже пикито чёрные вы чё чё какие пикили я в дискорд скинул как мальки на ленте ничего себе отчет за хрень на стоит два стула один с пиками другой парашютами другой с маяками с парашютами другой с маяками на какой ну и далее по текст на какой сядешь так значит так ну да короче можешь все у вас процесс пошел вот с куда тебе наверх давай выводить выйдем вот тут не снаружи все идет видишь но смысле там три блока но вы сюда бы не поместилось просто что вы тут накопить приемы вы посмотрел что там все подается снаружи что я сделал по аналогии сегодня вы не помните сколько там электростанции занимают ширину сколько клеток не занимают просто я сейчас тут думаю я могу посмотреть в гугле потому что глупо в игре не написано информации сколько размер можешь метрах сказать ширину и длину допустим если здесь будет край да норм единственно что эти камни на под взорвать немножко не мешаются совершенно просто мешается июнь генератор на котором 20 на 20 это топливный генератор 20 на 20 это значит две с половиной две с полной плиты ну понятно окей от этого и будем писать ну или я тогда буду писать не знаю можно да кто не пляшет тут лох да это хотел сказать дэн почему не было бы тут подать да ну вот 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 я не знаю просто кто это делал но обычно все допускаешь а ну что делал влад ну я сомневаюсь она была так сделана есть от налоги в чем спросить спроси ну ты понял да да ну ты же там ей также сделано не ах кто не подавался зачем влада хлеб отнимаешь это вообще его прерогатива ты почему тебя бы уметь вот тут подать внутри я не понимаю специально сделано чтобы обшивка болен был закрытая все было внутри стен да ладно не ворчи переделать честно все круто но нет перейдем а когда у тебя не будет цеха давай вспомним как ты спас инженерах корабль водишь если уж надо пошло ну на водородных двигателях он лишь оказался глющным да ладно конечно глющным оказался короче подавать вот тут все в принципе здесь в три клетки вход туда будут вот тут быть подал бы так же дым остановить до смысле что ее пробовали серу не но если у тебя там костя твои компании на так косящий будут влад только не спиливать деревья здесь пожалуйста специально оставлены пусть если твой компаньона так косящий будут обязательно сплитскрина нужно писать во второй экран ставить а то так непонятно что происходит хотелось бы узнать иногда сейчас сейчас я в дискорд не кидаю потом посмотришь зачем я потом все равно вернусь сюда и покажу вот тебя бомбы есть запасные какие есть только полных и сделать их тоже да не можешь тут на камень и выпилить один ты можешь новой на базе скрафтить несколько бомб могу скрафте просто скрафте пожалуйста это дискорд скинул то что было сделано потом ставишь куда нибудь а куда смотреть на на то как выведена руда снаружи стены а почему стену одни коричневые другие металлические ну вот еще вопросы есть окей но плюс медь медь с правой стороны выведены снаружи и ладно это это все хорошо скажи мне пожалуйста сколько завод который перегоняет бочки в топливо сколько он площадь занимает от имя что нефтяной только вы нп за да тут все круто видишь он пригоняет пластик либо еще какую-нибудь и в нефть топливочки делает обычно заводит нефтяной насос блин который бочки перегоняет в топливо для электростанции который бочки в танистры это сколько 12 на 20 метров окей спасибо значит нужно 345 ну да как раз вот эти камни нужно отсюда убрать 2345 то не мешаются из них нифига не влазит а что тебе мешало вот тут не сгибать сделать напрямую меня спрашиваешь надо там тогда наверху будет рассчитывать да да зачем что там будет криво что здесь будет криво какая разница где будет криво вот это наш метод разница где криво будет как вы нас сегодня вялые питоны картинку скидывали вот у вас команда будет вялые питоны вставить будет команда вялых питонов праве в команды не знаю и нас с владом что команда вялых питонов сегодня покажет откуда это фигни взял у нас на работе я короче распространяем на живых занимаешься нет у нас на работе есть у меня коллегам который к вялый питон он на питоне короче пишет вот короче я ему как раз кинул картинка как сказать где я нашел в интернете просто да там дальше был слоган прям тупи тормози только в более грубой форме хорошего входа тупи тормози тоже неплохой сейчас все ровненько обалдеть травму так можно что ли было и нигде ничего не сгибается вау вот вот как у тебя спать обман быть потом зачем стенами ваще лет не будет был чертенцы при процессе влад влад уже перестал быть владом сейчас влад у нас дэн да поздравляет эти привод там уже крафтится быстро просто ну чтоб времени терять разделить все знаешь это сделай нарезку в этой серии вот тот 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 и показывает скриншот нет это монтаж придет это придется долго сидеть мне кости что-то медь-то не восстановил нормального состояния теперь не понравилось восстанавливай у меня не охота вялые питоны ну там как раз слоган соответствующим города про это именно что причал практически готов как раз и и эта хрень в принципе будет закрыта я дальше до строя маяки и прочие люди тут гад где-то колотится прям по мозгам и соседей нора пьют блин как эти ханыги задолбали который пить не умеет вообще уже загрузку друг друга убиваем никак них не получится к ним хорошо подходит как раз это заявление миш пить не пей люди пить не умеют просто не умеют уберутся 1 2 3 ой свечу еще не готовите маяки вот до строго не я я владу занял же мне бомбы делать и просто выйти так с руками то скрафтирует они делают 74 маяка сколько у нас сколько производит где-то написано вообще кроме википедии сколько будет производить нефтезавод на самом же заводе должно быть написано что сколько он будет производить детали из сырой нефти или написано нифига не написано не написано когда ты его запускаешь 300 процентов он будет потреблять 60 нефти 37 с половиной производить этого заводе посмотрели это я смотрю в таблице сейчас и тогда заводе будет написано то есть а до того пока ты не поставишь это нигде не посмотреть да ну википедии а таблицу то есть и на вики до смотришь непосредственно для выше на как так можно еще не может быть нашли без можно деталях через через x типа до топлива смотришь до x деталей топлива выбирай что написано и восьми очищены нефти получается 5 из 8 37 с половиной минуту давно зовут производит она электроэнергию сколько нам нужно не посчитать да никак я просто до 50 мегаватт 1 а вот это рефайнерика рачевой в рекламе 3d какая рефайнерик чертова ваш сколько потребляет топлива генератор топлива сколько топлива потребляет что чтобы рассчитать сколько мне стоит тут генераторов это можно конечно все тут расширить будет не хотели не хотелось бы этим заморачиваться лишний раз 1 1 топлив 5 секунд потребляет это при номинале получается одно топлива 5 секунд значит минуту потребляет 12 топлива соответственно 1 генератора на сколько нам хватит 1 нефтезавода размеру ли на 3 почти щена 3 ну там 36 потребляет там производит 37 на хрен лучше сначала поставить разделитель наверно блин или как лучше сделать опять начинается вот это вот этот вот так буду делать с этой стороны удобнее видно будет 30 сколько ты сказал 37 с половиной до он производит чтобы стенка производит 37 с половиной значит при 250 он произведет на два с половиной умножаем получается сколько там получится 38 до 37 это 75 плюс 37 с половиной сто двенадцать с половиной до сто двенадцать с половиной хотя ставить сюда максимальную выработку такое дело ладно оставим пока как есть дальше думаю разберемся замечательно поставил и все равно криво тупи тормози то что надо топ контент не может конечно было впритык ставить как некоторые делают но что-то мне это идея не очень нравится не нравится мне эта идея вообще не нравится если уж прямо-то говорить и еще мне не нравится то что все это будет открыто хотя с другой стороны это нефтезаводы они должны быть на открытой территории по идее и еще вопрос можно ли сюда приспособить эту хрень и не будет ли намешать оттуда хрень приспособить можно ну вот я уберу тогда останется нефтезаводы накидать 112 с половиной а потребляет 12 как получается полностью разогнанный нет полностью разогнанный не нужен что я тупить тормози начинают это мне кости напомнил право про это право шпоговор вот и начинается 5 топлива 37 с половиной минут до твои тус работа правилах питонов ну я после после твоих размышлений о том что вы делаете как раз так и вспомнил вот это все вялое питомство из семь с половиной ну короче один завод на 3 электростанции значит я поставлю два завода пока что и будет здесь 6 электростанций они будут потреблять 120 нефть 120 нефть как раз вырабатывают нефтезавод так что сойдет поэтому ставим еще один потом когда-нибудь лет через 200 латча принесет бомбу можно взорвать я уже несу я еду на дакторе у нас я исправил подачу меди теперь у нас посредине прохода идет конвейер мне кажется это офигенно культурно выражаясь да так должно быть у нас всегда через проход идут конвейер и ты вокруг ведь металлическими от нос по мозгам все ограничить будет хорошо сейчас и пойдет смотрят уже боюсь тут и тут рук стоит вдруг стоит на миша может может ваня в чем проблема вещик положил там эти набилийский думаете хвать я ищу с большим запасом тебя видно тут нет но я его поставил там поставлен ровно или криво криво а вот когда она поставилась я уже не вижу мне казалось что ровно так хрен ставь криво а он поставил криво потому что вот куда по нашему ловим по положению металл лифта понятно как не поставлю но снести это нельзя надо перезагрузить да сейчас перезагрузись несу ты же как прикольно это делает дерево где последнее время когда кашель одолевать начинает удозрительно это все заболевать и не появляется погода у нас учить голода у нас сейчас плюс 4 на улице можно же плюс 3 ветрища дожди на вроде как нормально но по мне так как метик только в текстур кистить да потом чё за ротику рассказывать костя нельзя положить мостик нельзя всего падать будем у вас все хорошо там нет вдруг там не знаю всякое бывает и весь беспокойся нет это можно конечно исправить если внизу и сделать криво правда а вот тут что это нет да какая-то ураны разум здесь наверно придется известно может это ты разобрал потому что я не разбирал его я разбирал только медь в опять учат испортили ли там до вас уже все испорчен тут конечно что конечно до вас да надо известняк на первый этаж вот так и надеюсь сойдет по крайней мере у нас когда-нибудь лет через 150 уже бомбы появится автоматизированный бомбы боеприпасы все такое можно будет пойти воевать наверное где здешних обитателей ну типа того что ты вздыхаешь бомба лейла у тебя нет у меня полные карманы медных слитков медной руды блин придется разобрать правильнее поставить чтобы она вот так у меня смотрел я не знаю получится сделать или нет ну практически что ты не доделал экономистая она стоит там стоит она опять погнулась могу тут такую пока лучше а тут через стойку сделаю она что так голема выглядит что эдак через стоит вроде не так голема дэн ты прям сегодня время влад поставил мостик без бортика это как я задорного что ли слышал что водопад такой и натянута просто сеточка что если люди подойдут к водопаду и упадут через эту сеточку ну 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 что поделать но судьба у него такая не надо всякие заграждения металлические строить да не кипятись тебя же дети смотрят придется запикивать да я вроде тихий обычно на видео у федора кстати вот потребляю употребляли сегодня нет я удивляюсь на некоторых записях я нормально говорю достаточно громко на некоторых очень тихо при этом положении микрофоном никак не меняются настройки тоже как это работает ты может быть вставший просто да и едем поэтому я сделала так ну у бога конечно блин или переделать 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 и делать думаешь быть мужиком переделая не знаешь что делаешь на передел да блин придется потому что она вряд ли придется ну что ты теперь ждите смотрят я константин когда кашляю сильно или чихаю я заглушаю микрофон переделать говоришь конечно все крутые переделы да блин придется потому что она реально выглядит мерзко ну а чё делать тут можно поставить лифт конвейерный подожди а как о чем можно ставить просто развить виски соединительный конвейер прямо а ты не знал нет да не знаю о чем он это уже не знал смысл я не знаю вы не знали что можно конвейеру ну тут лифта не хватит точно нет я бы поставил самого низа череду конвейеров и только так я надеюсь так она погнали мире делать эти хотел на ю тубе загуглить типа цитаты все цитаты знаете ли вы и space инженеров там такую интересную дичь пишут про которую ты в жизни когда сам не узнаешь типа туда learn ну да да ну там не попробовал строить блоки из машинки звучит это конечно странно может быть так надо бы им здесь тоже ввести такую штуку пока загружаешься чтобы полезные фичи из игры писались а тут их нет у них сами не знаю видел их я помню на первом стриме ужасно тупил чё куда нажимать сразу специалистов налетело в комментарии что ты делаешь по испалм я тут уже полгода в эту игру играю в ограниченном доступе все знаю на торрентах скачала ты лох разобраться немножко я когда смотрел их филиппа бедросовича который у них комьюнити менеджер когда он сам первый раз он пытался тачку водить он также купил вообще капец вот я сейчас почему не нравится ну знаешь это не сиди на дуре который ты приводишь ну да так лучше блин она она все равно хреново получается у меня есть какие-то альтернативные рецепты набережьков на базу его это исследует точнее блин я не знаю как сделать красиво мне 4 денег она все ужасно я в принципе может вот эту штуку поставить это так вот отсюда и сгибнуть кверху а тут прямую уже давно бы все фишки самой ну как изучил не прибегая к википедии прочему вся кубинная изучил глянули альтернативку у нее идет вместо маяка осциллятор и производится три штуки то есть все равно от этой здоровенной штуки не выйти допустим на два компонента ну так мне кажется по крайней мере хоть чуть-чуть поинтереснее но смотрится единственное что нужно наверное вот эту хрень сюда берет делается через кварец кварц кварец вместо маяков мы просто вместо маяков придется делать кварц тебя не слог варить больше нравится к варить свой кварцной осциллятор там еще требует укрепленную железную пластину то есть железо надо много ладно пускай на так и иметь ладно я серия на там буду заканчивать у меня иначе сейчас мозг вскипитут на есть подключать я думаю вот так сойдет она конечно убого все равно смотрится но сойдет что большое всем спасибо за просмотр и надеюсь увидимся в следующей серии всем покеда